У нас сейчас недельная глава «Авуэйро» Хотел бы начать сказать кусочек, относящийся к прошлой главе В прошлой главе написано, что Бог Моше сказал от имени Бога к фараону Евреи, мой сын, мой первенец Отпусти моего сына, что он мне служил А если ты не отпускаешь, я убью, казню твоего первенца Непонятно, почему именно еврейский народ называется первенцем Первенец имеет смысл, когда есть первенец и сын Обычно не первенец Единственное, о ком в Торе написано, мои сыновья, только о еврейском народе Это один вопрос Второе, что это за аргумент Отпусти моего первенца Что это за аргумент к фараону Отпусти моего первенца Я видел очень интересный комментарий, который пишет Рабмейер Симхе Он говорит так Рабмейер Симхе из Двинска В своей книге Меша Хохма В чем смысл закона Торы, что первенец получает две доли в наследстве? Почему? Говорит так Первенец сделал папу папой До этого он не был папой Он сделал его папой У него особое привилегированное положение Подобно этому еврейский народ сообщает и вещает по всему миру о Боге Ты держишь его, ты фараон держишь его в заточении Не позволяешь ему выполнить свою миссию в этом мире Так предполагается наказание Еврейский народ Его миссия в этом мире Сообщать всему миру о Боге Как первенец делает папу папой Так еврейский народ делает Бога Богом Сообщает о Боге по всему миру Так как всю главу мы не успеваем Я хочу начать И сначала поединка между Моше И с фараоном и колдунами Это седьмая глава, восьмой пасук И вторая глава, восьмой пасук Восьмой пасук Сообща фараона, пусть он станет змеей, и он станет змеей. Он превратился в змею. Какая была реакция фараона? Ваикро гам пари, позвал так же фараон, рахаххумим, бара махашвим, мудрецам и колдонам, ваясу гам аим, зеоли так же ани, харатуми мицраим, колдоны египетта, Багагатеем кень, своими колдовствами, так, египет был центром культуры, астрономии, науки, колдовства, и они говорят, мы тоже это умеем. Ваяшли хуиш Матею, бросили каждый свою палку, ва югас они не превратились в змеи. Медраж говорит, что он позвал, позвал детей из школы, те так делали, позвал свою жену, она так делала. Но вы нас хотите удивить тем, что мы сами можем? Они даже сказали к Моше и Арону, вы что, везете товар там, где его есть предостаточно, как на современном языке, вы везете бананы в Индию? Там есть достаточно банан. Колдовства у нас есть достаточно. Моше ему ответил. Там, где этот товар есть, они знают ему цену. То есть, Бог сделал эти чудеса именно в Египте, чтобы показать величие Бога. Потому что, если бы он сделал где-то в провинциональном месте, то люди столицы, что бы сказали? Вас, чудаков, можно удивить любым. А вот если бы нам показали, мы бы это раскусили. Намеренно Бог ввел евреев в Египет и делал чудеса именно там. Значит, первый удар по самоуверенности Фарона был следующий. Ваивла Мате Ааренес Матысом. Жезл Аарона проглотил их жезлы. Жезл? Нет, змея. Змея проглатывает это. Это естественно. Жезл проглотил. Медраж даже говорит, что фараон содрогнулся. Что будет, если Моше скажет, чтобы паук Аарона, жезл Аарона, проглотил фараона с его троном вместе? Что тогда будет? Очень неприятно. Дальнейшее продолжение поединка мы увидим дальше. Вае Хазак Лейв Пары крепило сердце фараона. Влечо Малеем не слушал их. Каа Шеады Бе Ради Най как Бог. Сказал, Бог сказал, фараон вас не послушает. Вае Ме Ради Най эл Миша. Сказал Бог Миша. Ко бейт Лейв Пары? Сердце фараона тяжелое. Ме Ингуш Аллаховам. Он не хочет отпускать народ. Тут вопрос не логики. Как он понимает, что? Сердце не хочет. Знаете, что такое сердце? Хочет или сердце не хочет? Он не хочет. Лейхал Пары Бабокер. Иди к фараону утром. И не ест и амайма. Вот он выходит к воде. В некоторых визитах Моше к фараону написано Боя Пары. Приди. Приди значит приди во дворец. И не ест и амайма. Вот он выходит к воде. Медраж нам рассказывает, почему фараон выходил к воде. Вы знаете, он же делал из себя идол. А раз он идол. Идол не должен выходить в туалет. Но что делает, что он додолжен? Так он выходил один раз в день, шел к воде. И справлял свою, раздевался, справлял свои нужды в Ниле. Никто не видит, ничего не знает. Честно говоря, мне его жалко. Мучиться только один раз в день. Очень неудобно. Что человек не делает, чтобы объявить себя Богом, а? Объявить себя идолом. Вы не завтали кроссео с фаса ер. Стань ему навстречу у берега Нила. Жезл, который превратился в змею, ты как бы ее дыхал. Возьми твою руку. Так скажи ему. Бог, Бог евреев. Пасхал меня к тебе, говоря, Отпусти мой народ в Явдунии Бамидбор. И чтобы они мне служили в пустыне. А ты не слышал? До сих пор ты меня не слышал? Так говорит Бог. Безей стейдаки они одиной. Этим будешь знать, что я Бог. И не у нихи маки. Вот я ударяю. Бамады жезлом. Ашаби йоди, который в моей руке. Арамаем по воде. Ашабайор, который в Нила. Венепху ледом. И они превратятся в кровь. Беадогу ашабагер. А рыба, которая в Ниле. Томус. Вымрет. Уваяшайер. Река протухнет. В Нилу Митраем. Устанут египтяне. Лишь тысмайем. Пить воду минагеер из Нила. Всего Бог привел. На Египте десять ударов. А почему именно десять? И почему именно эти удары? Какой смысл и содержание этих ударов, которые Бог привел на Египет в Египте? Есть несколько путей. В Медаштанхома есть два пути. Один из них, что это каждый из ударов был мера за мером. А вообще-то, в действии у Бога есть несколько сторон. И по видео мы, несколько сторон, все они верны. Одно из путей в Медаштанхома это, что это мера за мером. То, что египтяне делали евреям, что они делали, за то они получили. Первое. Первое. У Аббабанела после него Маубима, Папа Затсал тоже шел этим путем. Есть очень интересный путь. Ведь в чем был основной смысл этих ударов? В чем? Выпустить евреев, заставить фараона выпустить евреев из Египта? Да, верно. Но этой цели можно было достигнуть более простым путем. И кроме того, приводится дальше, что Бог сделал тяжелым сердце фараона, чтобы он не отпускал, даже когда он хотел. Скажите, зачем создавать трудности, чтобы их потом преодолевать? Зачем? Зачем Богу делать тяжелым сердце фараона? Основная цель ударов была другой. Построить еврейский народ, веря в Бога. Показать перед еврейским народом, перед всем миром величие и силу Бога. Теперь так. Эти десять ударов, это были три серии ударов. И очень интересно, то есть один удар недостаточен как для физического лечения, так и для духовного. Необходимо, как минимум, серии из трех ударов. Это были как духовное лечение. Для египтян, для евреев и для евреев в первую очередь. Евреи, которые жили в Египте больше двухсот лет, шли во многих вопросах за идеологией египтян. К сожалению. И надо было их оттуда вытащить. А как их вытащить? Так для этого надо их лечить. Так были три курса лечения. Или интересно, что если мы почитаем внимательно в Торе, перед каждым курсом из этих трех написано, что Бог этим хотел показать. Вот мы сейчас читали. Этим будешь знать, что я Бог. Показать, что есть Бог. Мир не появился сам. Есть Бог, который его создал. И Бог хозяин над этим миром. Так первые... У Египта было много идолов. Из первых и наиболее важных идолов в Египте был Нил. Поэтому первый удар был ударить по их идолу Нилу. И Нил превращает... Бог превратил Нил в кровь. Рыба вымерла. И противный запах. Ну, как вам нравится этот идол, а? Плохо пахнет. Это был первый удар по их идолу. Показать, что есть Бог, а их идолу ничего не стоит. Следующий удар мы сейчас... Следующий удар после этого были лягушки, которые тоже вышли из Нила. Третий удар в Ши. Как это входит в эту серию? Очень просто. Мы будем читать, что и превращение воды в кровь. Колдуны тоже пробовали что-то сделать. Понятно. Размеры того, что Моше и Арон сделали, и того, что сделали колдуны, совершенно несравнимы. Колдуны превратили в кровь, допустим, воду в ведре или в бочке. А Моше и Арон превратили в кровь, в воду по всей территории Египта. В Великий Нил и вообще по всем озерам и рекам, по всей большой территории Египта. С севера до юга и с востока до запада. То же самое и с лягушками. Моше и Арон привели лягушек на всю территорию Египта. А колдуны привели еще несколько сот лягушек, допустим. А размеры действий совершенно несравнимы. Но все-таки колдуны говорили, мы тоже можем. Если кто-то еще помнит, догоним и перегоним Америку. Помните? Так они тоже. Ну, Моше знает больше нас мы. Догоним и перегоним. А вот когда дошло дело до вшей, колдуны честно признались, это палец от Бога. Это показало, что это не колдовство, это от Бога. Это был уже последний удар по колдунам. Палец от Бога. Я слышал объяснение, что они были такие поборники правды колдуны. Очень просто. Они были на содержании фараона. И фараон им говорит, ну, вы тоже сделайте, приведите в шею. А они говорят, мы не можем. Как это вы не можете? Вы же колдуны. Это не колдовство. О! Это от Бога. Это что-то другое. Это палец от Бога. Они вынуждены были признать, что это палец от Бога. И эта серия закончилась полной победой. И они будут кровью. И они будут кровью. И в деревянных посудах, и в каменных. Они были сухими. Они сделали так Моше Аарон. Он был один, как Бог велел. Он поднял жезл. Он ударил. Кто ударил Аарон. Он ударил воду Ашаба-Ейр, который внили. Он ударил воду Ашаба-Ейр, перед глазами фараона, перед глазами его рабов. И моментально, Вайов Хуко Амайям Ашаба-Ейр и приводили все воды, которые внили в кровь. А! Моментально. Вайов Хуко Амайям Ашаба-Ейр при фараоне его вельмош. Вайадагу Ашаба-Ейр, а рыба, которая внили в месу, вымерла. Вайова Ша-Ейр протухнил. Вайаху Митрая не могли египтяне, лишь тесмай им мина-Ейр пить воду из него. Вайи адом была кровь в холер от Митрая, по всей земле египетской. Вайя сухей хартумей Митрая, богатые, сделали так колдуны Египта своими колдовствами. Тоже взяли и превратили воду в кровь. И вайеха закрепилась вайф пары с сердца фараона. Вайышом, он не слушал их. Кажется, я тебе рад иной, как Бог говорил. Вайф им пары вайове аубейсой, повернулся фараон, пришел к себе домой. Вайыша с Либией, и не обратил свое сердце также к этому, к чуду, что жезл Аарона превратился в змею, и что вода превратилась в кровь. Ваях парук капали холм Исраин, весь Египет, с его тайор возле Нила, маем ли что-то, воды пить, потому что они не могли пить. В Медра Шраба есть спор, они копали. А что они выкапывали? Рабиуды Раб Нахемья, одно мнение они выкапывали, кровь, другое мнение выкапывали воду. Копать они не копали, а что они выкапали? Если они выкапывали кровь, то поднимается вопрос, что же они пили? Медзраш говорит, что они покупали у евреев. Кто-то из вас изучал политэкономию? Какие рыночные, от чего зависит рыночная цена, знаете? От спроса и предложения. Спрос был очень большой, что весь Египет нуждался в воде. А предложение? Предложение было, смотрите, по мнению выкапывать, это соответственно стоимости, сколько стоит вода, которую надо выкапать, пока до нее дойти. А если вода была только у евреев, то спрос был большой, предложение не такое большое, и понятно, что цены были высокие. «Ваим Молэйжи бас Йомим наполнило семь дней, а харея кей сады ной эсайер, после того, что Бог ударил Ним». То есть это было семь дней. Семь дней без воды невозможно жить. Даже меньше этого. «Ваим Молэйжи бас Йомим, сказал Бог Мэйжи бас Йомим, приходи к Ворону, приходи уже, это уже во дворец. Ваим Молэйжи бас Йомим, скажи ему, «Кей Амаладий ной, так говорит Бог, шалахэ саммивы я в дуне, отпусти мой народ, пусть они мне служат». Интересно. Тора опускает этот штрих. Но скажите, а как Моше и Арон входили к фараону все эти разы? Вот сейчас… Скажите, какому-то царю, или сейчас премьер-министру, президенту, каждый, кто хочет, может зайти? А? Скажите. Вот кто-то из вас хочет подойти к Путину, он сможет или нет? Нет. Так как же Моше и Арон входили во дворец? Ну что, фараон хотел их принять? Скажите. Точно нет. Как же они входили? Были тут большие чудеса, которые рассказывает Медрошим. Тора это опускает и об этом не рассказывает, но это понятно само собой. что у фараона, как и у другого владыки, была большая охрана. Из нескольких рядов, наверное. Медрошим. 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 Тут написано, что Моше сказал от имени Бога. Я ударил всю твою границу. Это значит твою границу не границу других. Так они послали наблюдателей, посмотрели, докуда дошли лягушки. Докуда дошли лягушки? Египет. А откуда не дошли? Не Египет, не Египет. Наверное, Эфиопия. И так наступил между ними мир. Мешараца ерт сварды, вношилась в ниле лягушки, в олоб зайдут, в олоб придут в твой дом, в хадам мешковко, в твою спальню, в аумитосехо на твою кровать, в вейсаводехо в дом твоих рабов, в амехо в твой народ, в санурехо в твои печки, в мешарайсехо и в твое тесто. Увихо в нецебе, в амхо на твои народ, в ухо в обудахо, на всех твоих рабов, ягуп зайдут от сварды им лягушки. В амхо на землю египетскую. Воюет Арнес Йоды. Это интересно. Это уже Медраж обращает внимание. Почему нил и реки ударил Аарона, не мыши? Потому что меньше положили в корзинку недалеко возле Нила, и там его спасли, поэтому некрасиво, что Медраж ударил в нем. Поэтому эта роль была поручена Аарону. В Медраже есть два мнения. Есть мнение Ацфадея, нашествие лягушек. А если перевести буквально, лягушка. Ну, одна лягушка, ну так что? По этому мнению Медраж говорит так. Была одна лягушка. Ее били, из нее выходила масса лягушек. Били дальше, выходила еще масса лягушек. Поэтому Медража получается очень оригинально. Скажите, если мы спросим египтян, скажите, вы за лягушек или против? Вы хотите, чтобы приходили лягушки или нет? Что вы бьете? То, что вы бьете, выходит еще лягушек. Нет! Она мне мешает. Она квакает. Я буду ее бить. Не крутите мне голову. Будет больше, будет меньше. Меня сейчас это не интересует. Она мне мешает. Я буду ее бить. Я думаю, что подобно тем египтянам можно встретить еще подобных людей. В нашем современном мире тоже. Они мне мешают. Я буду ругаться на это. Я буду спорить. Я буду выступать. Да, но тем, что ты споришь, ты делаешь только себя хуже. Это не важно. Они мне мешают. Я буду так поступать. от меня и от моего народа. Я отпущу народ. Буду приносить жертву Богу». Видите, фараоны были очень тяжело с лягушками. По-видимому, они квакали, прыгали, и это тяжелая психологическая атака. Он просил Мейши, что он убрал, и обещал выпустить. Во имя Мейши Элефары, сказал Маше фараон, испуэр о рай, хвались надо мной, ремосай, никогда, а тыр, я буду просить от тебя, вырозить, уничтожить лягушек мим хо и меботехо, от тебя и от твоих домов, только в Ниле они останутся. Видите, Маше аккуратно заметил, я не обещаю тебе, не собираюсь тебе обещать, что вообще не будет лягушек. В Ниле они останутся. Я уберу лягушек и всей территории Египта, а вот в Ниле они останутся. Он спросил, на когда? Во имя сказал Махор на завтра. Во имя сказал, кидворхо, как ты говоришь? Реман Тейда, что ты знал, ки ин кадину и реину. Нет как бога нашего бога, он владыка мира. Весору Ацфардием, уберу цели гушки, мебхо и меботехо, от тебя и от твоих домов, и от твоих рабов и от твоего народа, только в Ниле они останутся. Весор, Маше, Аарон от фараона. Весор, Маше, Аарон от фараона. Весор, Маше, Адиной, вымерли лягушки, мина ботим из домов, мина хацеры из дворов, у мина соды из из поли. Во изберу и сом, собрали их, хоморим хоморим, горки-горки, вативаш оорец, и протухла земля. Вояр пары. Дальше мы будем читать про нашествие зверей, что когда кончился, когда бог закончил этот удар, так звери ушли, а лягушки остались. Почему? А лягушек только вонь, а от зверей есть хорошие шкуры, поэтому лягушки вымерли. А звери ушли. Я привожу, бог приводит на Египет удары, не для их удовольствия, а на наказание. Вояр пары. Увидел фараона Кёйцарвах, становится, стал простор. Вегал бейтеслибе, он делал тяжело своё сердце, вегал еще малым, а не слушал их. Каше дебер адиной. Как бог говорил, что он будет делать тяжелым своё сердце и не послушает. Вагеймер адиной омеша. Сказал бог Меша. Эммерpах агарин, скажи каорону, нетаясь іотха. Спаститвой руку, а ах ударь есапару орыс,bin земли, вогоне ли хинин, приноситься вовшей. Вахол орэц pits раюм. Вопсей земли. Игипетски. Воя сухой сделали так. Воя сухой сделали так колдуны богатые своим колдовством. Рыгейцы из Акини, вывестившие, попробовали это делать. В Рыёхиру не могли. Баатия Акином была вшивость, был дом у Вабеймо, у человека и у скота. Воемору Ахартуми, мол пары, сказали колдуны к фараону, это были имя, это палец от Бога. Я же вам объяснил, что они признались и они чувствовали себя вынужденными признаваться правде. Иначе, если они скажут, что это колдовство, а что с вами, как вы это не можете? Сказали, это палец от Бога. Вояхазаковые пары крепилось сердце фараона, было еще малым, не слушал их, не слушал Моше Аарона. Ведь после признания колдунов, он же должен был выпустить евреев и признать, что Моше Аарона посланники Бога выпустили. Ну, его сердце крепилось, было еще мало не слушал их. Как Бог говорил. Так первая серия, этим будешь знать, что я Бог, что есть Бог, закончена, закончена с успехом. Это первая серия. Перейдет, сейчас пойдет следующая серия. Какая следующая? Есть, были такие народы и есть такие народы, были такие народы и мыслители, которые дошли до того, что мир не крутится сам. Есть создатель мира, но они очень уважают Бога. Бог находится на небе. Ему смотреть, что тут на земле, его это не интересует. То есть, они отрицали, что Бог наблюдает на всем, что здесь, и Бог руководит всем, что происходит с каждым человеком. Он здоров или болен? Что с ним происходит? С каждым из нас. Кто, не дай Бог, попадает в дорожную катастрофу, кто проходит нормально. Что происходит с каждым из нас? Ажгаха продит. И вот для этого пришла вторая серия. Во имя Адинои Омейша. Сказал Бог Кмейша. Хашкин Бабейкер. Встань рано утром. Во изъяце встань лифные фары. Иные яйца омоймо. Вот он выходит к воде. Я думаю, вы уже помните, для чего он выходил. Во омарте его. Скажи ему. Так говорит Бог. Отпусти мой народ. Пусть они мне служат. Потому что если ты не отпускаешь мой народ. Я натравляю, насылаю на тебя. На твоих рабов. И на твой народ. И в твои дома. Смесь зверей. Умагул бы ты, Митраем, Смесь зверей. Наполнится дома Египта. Этой смесью зверей. Бегамуа дому. Так же земля. Ашараима Лео. Что они на ней. Представляете себе. В зоопарке все клетки раскрылись. Звери зоопарка открылись. И вся масса зверей гуляет спокойно по улицам города. Представляете себе такую картину. Но тут намного больше. Там есть только один тигр. Или не один. Несколько тигров. Несколько львов. А тут такая целая масса. И вышли из лесов. Целая масса львов. Цигров. Рысь. Медведи. Волки. Шакалы. И так далее. И так далее. Представляете себе. Такая процессия. Идет по улице. И нападает. Но. Нападает. И съедает. И кусает. Только. Избирательно. Только. Египтян. Евреев не трогает. Представляете себе. Я выделю в тот день. Эс эрец гойшен. Землю гойшен. Ашерами. Эмейдогэл. Что мой народ. Находится на ней. Годил ты ещем орев. Чтобы там не было зверей. Гомонтейда. Чтобы ты знал. Гомонтейда. Чтобы ты знал. Киа не одино. Что я бог. Бекеребо орет. Внутри земли. Ах. Ах. Вот тут написано. Для чего приходит. Приходит. Следующая серия. Чтобы ты знал. Что я. Нахожусь. Внутри земли. Я наблюдаю. За всем. Что происходит на земле. Я за всем этим наблюдаю. Ах. Ах. Знаешь. Что все. Что с каждым из нас. Происходит. Всем этим. Руководит Бог. Кого ты встретишь. Кого не встретишь. Кто здоров. Кто болен. И так далее. Вейсамтивдус. Я сделаю. Разделение. Бейнами. Овейнамеха. Между. Моим народом. И между твоим народом. Вемохорги. Е. Оисазе. На завтра будет. Вот это знамение. Ваяс. Одинокень. Сделал Бог так. Воевый пришел. Орыв. Ковит. Тяжелая смесь зверей. Бейсофары. В дом фараона. Увейсаводов. И в дом его рабов. Увейхоларес. Митраим. Во всей земле египетской. Тяжелая смесь зверей. Земля портится. И уничтожается. Мепные оры. Из-за смеси зверей. Ах. Ваикро фары. Позвал фараон. Э. Умейшо. Увейшо. 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 В стране. На месте. Приносите жертву Бога. Ваима мэшэ. Скал мэшэ. Рейноху нас искейн. Неверно так делать. Кисеавас митраим. Потому что идолы Египта. Низбах. Мы будем приносить жертву. Радиной рейну. Богу нашему Богу. И Низбах. Мы будем приносить жертву. Эстя. Резать. Эстяавас митраим. Идолы Египта. Рейнеем. Перед их глазами. Милейскую луну. Они нас не забросают камнями. Как? Что ты хочешь? Чтоб мы приносили жертву Богу. Где? В Египте. А жертвы какие мы будем приносить? Баран и козлов. Они святые жертвы для египтян. Это их идолы. Мы будем приносить их идолы в жертвы. Баранов и козлов перед их глазами. Они нас не забросают камнями? А? Это невозможно. Это невозможно. Это невозможно. В этом месте тут нам потом показывают, что то, что Бог велел еврейскому народу перед выходом из Египта резать в жертву баранчика или козлика. И еврейский народ это сделал, это была великая самоотверженность еврейского народа тогда. Это же был их идол. Ведь мы слышим, как Моше говорит Тараону. Это же невозможно приносить в жертву их идолов. Мы принесем в жертву их идолов, что они нас не забросают камнями? Я как-то одного иерусалимского еврея слышал и оригинальное замечание. С кем говорил Моше? С кем он беседовал? Вел переговоры, точнее. С фараоном. Фараон, он хозяин над армией, над погромвозками, над милицией и полицией. Фараон же мог бы сказать, что вы боитесь. Пусть они приносят жертвы баранчиков и космиков, а я пошлю в милицию. И моя милиция меня бережет. В чем проблема? А фараон этого не сказал. Почему? Когда затрагивают религиозные чувства народа, глубокие религиозные чувства народа, то никакая милиция, никакая полиция тут не поможет. Наоборот, народная милиция перейдет на сторону народа и пойдет вместе с погромщиками. Это нам еще больше показывает, на какую самоотверженность потом пошли евреи, когда принесли пасхальную жертву. Это будет в следующей группе. Так что говорит ему Моше? Дорогу трех дней на Бамидбор, пойдем в пустыню. Возвахну родиной рейну. Будем приносить жертву Богу нашему Богу. Как он нам скажет? Возвахну родиной рейну. Мы говорим Богу вашему Богу, Вомидбор в пустыне. Рак только. Архикрис архикул лавехас. Отдаляться не отдаляйтесь идти. А ты, Робади, просите Бога за меня. Ваима Миша, сказал Миша, Инеонихи яйцами имох. Вот я выхожу от тебя. Ваатарти родиной. Буду много просить Бога. Весорый орев. Уберется смесь зверей. Ми пари от фараона. Ми аводом от его рабов. Ми от его народа. Мохал завтра. Рак только. А у ейси пари осел. Чтоб фараон больше не издевался. Гавилтыш Аллаха Саом. Не отпускать народ. Лизбея гладиной. Приносить жертвы Бога. Я выхожу, я прошу. Но фараон, чтоб больше не обманывал. И не издевался. Чтоб он выполнял свое обещание. Моейцами имейшими им пари. Моше вышел от фараона. Моя тара гладиной. Просил у Бога. Моя садиной кедва мыша. Сделал Бог по слову мыша. Моё сары орев. Убрал смесь зверей. Ми пари от фараона. Ми аводов у ми ами. От его рабов и от его народа. Гэйни шар эхот. Не остался один. Мы уже говорили, что звери ушли. Потому что, если бы они вымерли, и египтяне могли бы пользоваться их шкурой. А Бог привел дары. Не чтобы они имели от этого. Не для того, чтобы они имели от этого пользу. Чтобы они от этого страдали. Ну, что вы думаете, что было с фараоном, когда звери ушли? Моял бы пари, если бы. Фараон укрепил свое сердце. Понимаете? Естественно, он должен был бы выпустить евреев. Но он работал над собой. Крепить свое сердце. Слышите, как написано? На воях бит пари, если бы. Фары сделал тяжелым свое сердце. Гамба помаз здесь. Так же в этот раз. Велиши раха с Ом. И не отпустил народ. Так это... Первый удар из этой серии, что есть наблюдение Бога. Ашгаха Пратит. Как в этом мире мы можем... Как? Чем это было видно? Очень просто. И... Идут звери. На египтян нападают. На евреев нет. Идут... Звери идут. Доходят до земли Гоша. Скажите. Как бы звери умеют читать вывески? Там написано. Здесь земля Гоша. А в скобках написано. Здесь проживают евреи. А! Здесь земля Гоша. Нет. Туда мы идти не будем. И звери туда не идут. Это... Ашгаха Пратит. Навердение Бога. В этом мире. Что происходит с каждым... С каждым из людей. А те евреи, которые жили не в земле Гоша? Те евреи, которые жили не в земле Гоша. Там... Звери там были. И было много евреев, которые были не в Гоша. И... Звери там были. Но... Евреев они не трогали. Не трогали. Звери были. Но не трогали. Задается вопрос. А почему такие? Именно звери не были в Гоша. Я видел интересное объяснение от имени Хатам Софера. Он говорит... Он объясняет так. Звери, кроме того, что они наносят ущерб, они же и пугают тоже. Вот скажите хорошей еврейской маме послать своего мальчика на улицу. Она говорит, а там же звери. Послушай. Лев справа, тигр слева, медведь спереди, волк сзади. Твоего мальчика никто трогать не будет. Как вы думаете, мама пошлет сына на улицу или нет? Как вы думаете? Так раз это пугает, то в центральном месте, где евреи проживали в Гошен, вообще не было нашествий зверей. Второй удар, который тоже не был в Гошен, так написано. Это град. Потому что град тоже, кроме того, как он мучает, он и пугает тоже. Представьте себе, кому-то говорят, град будет, но град будет направо, налево, спереди и сзади. Человеку захочется гулять по улице или нет? А? Сказал Бог Мешен. Приходи к фараону. Это уже во дворец. Ведебар говорит ему. Так говорит Бог, Бог евреев. Отпусти мой народ и пусть они мне служат. Потому что ты не хочешь отпускать. Ты их еще держишь. И не яд одиною. Вот рука Бога будет. В скоту, который в поле. Басусим, на коней, бахамори, масло, багмалим, верблюдов. Бабакор крупный рогатый скот, у бацин мелкий рогатый скот. Вебар, ковид мейт. Эпидемия очень тяжелая. Беги фло адинои. Бог разделит. Бемик на Исроилу, бемик на Митроим. Между скотом Израиля и между скотом Египта. Беги йомус. И не умрет. Миколив на Исроил от всего у сынов Израиля добр. Ничего. От скота Израиля ничего не вымрет. Майосим адинои мейт геймер. Бог сделал время, говоря. Мохор завтра. Яс адинои. Бог сделает. Хадобо разе боорец. Это на земле. Бог завтра это сделает. Майас адинои садобо разе ми мохорос. Бог это сделал. Это на завтра. Байомос вымер. КОМ! КЕЙ УМИКНЕЙ Митроим? Весь египетский скот. Он ми к ней в ней и строил. А скота сынов Израиля геймейс эхот. Ни один не умер. Скот евреев и скот египтян пастся близко один к другому. Так скот египтян вымер весь. А скот евреев полностью остался. Ваишлах пары послал фараон выяснить. В войне его тгемес не умер. Мимикно и строил. А скота Израиля геймейс эхот. Ни одного. Ваишлах пары. Крепило сердце фараона. И не отпустил народ. Вот. А. Так вторая серия. А нет. Теперь второй удар второй серии. Это эпидемия. Сейчас третий удар. Ба-име 1-я имея. Ба-име 1-я имея. А. Сказал бог. Мейше. Бега арин икарону. Кхулахем возьмите вам леи хопнихем. Полные горсти пиях кившен. Залы от печки. Во всей земле египетской. Во их взяли из пьеха кившин, загу от печки, во ямду стали лифные фары перед фараоном, во израк эйсы мейши ашумуймо, мейши бросил это в направлении неба, вверх. Вои это стало, шхи нарывы авабу эйс, как нарывы набухает, перех растет по одному человека, у вабеймо и у скота. Колдуны не могли стоять из-за нарывов. Они стыдились показываться на глазах мейши. Потому что были нарывы бахартуми, на колдунов, на весь Египет. Колдуны не могли стыдились показываться на глазах мейши. У них были нарывы. Фараон остался без психологической поддержки колдунов. И поэтому он уже сам держаться и упрямиться не имел сил. Ну, а что Бог говорил? Что когда надо будет, я укреплю сердце фараона. Первые пять ударов фараон держался сам. Иногда это было само собой. Иногда он работал над собой, укреплял свое сердце. А тут не было психологически. Колдуны стыдились появляться во дворец. Фараон остался, бедный фараон остался один. Не мог держаться. Так моя хозяйка одной боку крепила свои пары. Сердце фараона. Но еще мало не слушал их. Кошел дибер одной о мейши. Как Бог говорил к мейши. А вот теперь, вторая серия закончилась с удачей. Нарывы тоже были только у египтян, не у евреев. Скот вымер у египтян, а не у евреев. Хотя они паслись один после другого. Близко. И тут все сто процентов вымерли у египтян. А сто процентов скота евреев остались. То есть это видно, что есть наблюдение Бога. Какое животное умрет, какое останется. Ну, кого придут нарывы, на кого не придут. Бог наблюдает за всем, что происходит с каждым из нас в этом мире. А вот теперь идет третья серия. Сказал Бог к мейши. Сказал Бог к мейши. Встань рано утром. Выясняться евреевной фары. Встань перед фараоном. Вам Артель сказал. Скажи ему. Так говорит Бог евреев. Отпусти мой народ. Чтобы я в дуне. И они чтобы мне служили. То есть это все идет вместе. Отпусти мой народ. Чтобы еврейский народ служил мне. Богу. Потому что в этот раз. Потому что в этот раз. Я посылаю. Все мои удары. Все мои удары. Твоему сердцу. И твоих рабов. И на твой народ. Чтобы ты знал. Что нет подобного мне во всей земле. То есть третья серия была показать. Нет подобного Бога во всей земле. То есть Бог единственный владыка. Над всеми силами природы. Над всем. У многих народов была вера. Что есть такая сила. И такая сила. И боги воюют между собой. Иногда этот побеждает. А тот. Особенно были взгляды. Что есть сила света. Сила тьмы. И так далее. И так далее. Чтобы стать против всех этих взглядов. Бог сделал третью серию. Нет подобного мне во всей земле. Есть один владыка мира. Только Бог. Ки-а-то-ш-а-ах. Чем это проявляется? В граде это было. Был град. И был огонь. Вода и огонь. Бог владыка. Нас противоположными силами природы. Ки-а-то-ш-о-ах-те-э-с-йоды. Ки-а-то-ш-о-ах-те-э-с-йоды. Я ударил тебя, 8-м. И твой народ. Бадовар. Эпидемии. Бо-ты-хо-хэ. Был уничтожен. Минны орвец. Земли. Бо-у-лом. Но. Бо-а-вур-зей-сэ-мант-тихо. Ради этого я тебя оставил. Бо-а-вур-а-аз-хо-э-с-кейхи. показать тебе мою силу и для того запиш мне рассказать о моем имени во всей земле ты что держишь захватываешь мой народ не отпускать их я завтра посылаюсь то есть посылаю сверху город очень тяжелый не было подобного его в Египте мы наим и воздо с дня создания его создания Египта и до сих пор и оттуда пошли собери и смикнух от войскот и все что у тебя на поле все люди искут эмоции которые будут находиться в поле и не будет собран домой спустятся на Нилград и они умрут то кто боялся Бога из рабов фараона и не загнал и саводов и смикнею рабов и скот работаем в дома ваше лисом либо от варадиной кто не обратил в нем свое сердце к словам Бога поязаво он оставил и саводов и смикнею раба и скот басодов полет на всюду на всяком сжим курица курица масла курица Продолжение следует...